в две комнаты купили плинтус такой серый пепел что ли как там называется диконика с такой штучкой такой которая сначала крепится а потом к ней плинтус ну и в этой комнате такой же он в принципе такого цвета будет везде кроме большой комнаты там будет темнее сам плинтус и все эти уголки соединительные планки торцевые что-то я не знаю чем плинтус крепить получается вот эти т стены из блоков ну вот они полистирол бетон и слой штукатурки в блок то понятно можно вот такой просто саморез закрутить он будет держаться а вот штукатурку штукатурку наверно придется просверлить сначала потому что если начать в нее просто закручивать мне кажется она треснет хотя здесь можно в уголке попробовать на я сейчас попробую если закрутится то буду просто на саморезы сидеть если нет то буду тут сверлышкой ну победит по бетону им тогда буду аккуратненько слой штукатурки просверливать а потом уже шуруповертом закручивать а это стена гипсокартон то есть тут где тут аналогично это вот она гипсокартон два слоя и чуть-чуть штукатурки тоже вот каким шурупом или про культу попробую сейчас и там видно будет дальше ладно попробуем внизу как она будет принципе нормально получается ничего сверлить не надо будем просто закручивать через штукатурку в блок начнем вот с этой стенки она самая невиданная на ней маленькой потренируюсь единственное что я не знаю какой ширины будет обналичка в двери поэтому я пока обрежу ну в притык вот так потом когда двери уже будут ставить я просто подгоню вот обналичку одену уголок и замерю сколько отрезать так так да сделаем вот здесь например пилить не знаю чем попробую ножовкой по металлу посмотрел вроде болгаркой пилить но что-то неохота ее расчехлять попробуем так понятно да пилить здесь по плоскости она пилила готово одену заглушку примерим уголок тут слетел нормально будем пробовать прикручивать надо отмерить карандашка границу а то сейчас верхушку ты снимешь на ней уголок здесь наверное так положу и отчерчу так отсоединяем конструкцию эту пока в сторонку по меткам примерно так я так понял она впритык должна быть нижняя часть смысле ладно сейчас на пару шурупов приделаю попробую одеть так вот как вот 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 4 через 4 на несколько посадил попробую поставить на место кверх ногами думаю что не подходит вроде уселся низ маленький я его еще не видишь закрепил не стал я делать через четыре а стал делать через одно через одно то есть вот шуруп потом пропускаю потом шуруп так оно лучше держится чем когда через четыре но эту я не буду переделать потому что ее все равно потом откручивать подрезать поэтому оставлю ее через четыре что лишний раз туда-сюда эти отверстия не дергать а так через одну хорошо держится один угол заделал нормально а вот здесь вот чуть-чуть шевелится потому что здесь редко шурупы доделываю плинтус во второй комнате уже почти одной полоски не хватило съездили купили вот уголок а на улице дождик газон зеленый самолеты летают красота газон зеленый самолеты блин ту девяносто пять что ли летят угол такой низкочастотный пузыри ril ну приступим а ведущая заряжающие пузыри уже на 10 Самый неудобный, когда крайний угол этот запихиваешь. Все в куче, чтобы состыковалось, защёлкнул этот угол, пришлось менять этот отрезок, потому что там крепление как-то... Непонятно, как поломалось. Ну, все, готово. Для этой комнаты купили плинтус потемнее, такого оттенка. Каштан серый называется, деконика. Сейчас буду его монтировать. В кирпиче это немного посложнее, я уже вон тут перфоратор приготовил, но решил попробовать дрелью, вроде сверлит победитовым сверлом. Два отверстия просверлил, эти штуки туда забил, маленько обрезаю, чтобы не длинные были. Сейчас, наверное, закреплю шурупами и потом уже буду через вот так, через этот пластик прям сверлить, а то неудобно все это размечать. Блин, биту не поменял, сейчас поменяю. Сейчас поменяю. Поменял биту под черные шурупы. Так, и второй. А второй ушел, блин, в другую сторону. Поэтому, да, надо сверлить по месту. Потому что сверло все равно убегает. Я сразу подряд не сверлю. Ну, там так же делал, когда в штукатурке отмечаю через три. Раз, два, три. Вот на этой будем сейчас сверлить. Чтобы плинтус никуда не убегал, а потом промежуточный, когда уже это закрепится. Сейчас тут направляющую маленько подстучу. Так, ну а теперь попробуем посверлить. Блин. Отдай. Готово. Сразу соберем все. Пыль. Теперь задний хвостик я вот так отрезаю лишнее. Теперь вставляем фигню эту чем-то надо секундочку это вроде подходит не хочет не хочет забиваться через эту блин что какая-то фигня на наши сниму и также сейчас поотмечаю так лучше будет чем через эту мерим так раз его просит да блин опять вот уже уходит конечно неудобная эта фигня или я не умею разметил с накерню накерню посверлю ну и так далее нас сверлил сейчас соберем всю эту фигню запылесосил эти укоротил чупики сейчас по вбиваем если не влазит я их маленькой отрезаю да и все влазит обоим попробуем прикрутить ну вроде совпадает более-менее готова победил я и этот кусочек остался кирпич 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 работа продолжается посмотрел видео как плинтуса крепят и толстым сыром сверлит угол откалывается когда крепят уголок не уголок а ну да уголок который внешний а тут у меня еще засада такая нехорошие строители кирпич какой-то подосланной положили получается об там щель все дела но я вот здесь просверлил отверстие и там чупик сделал примерил этот уголок принципе вроде нормально входит входит и выходит бы как он там да так единственное что отсюда надо покороче сверлить чтобы они там не пересеклись шурупы то один и второй когда вот в эти стыки засу засовываешь вот эту декоративную фигню на видео это так легко и просто они раз туда как по маслу нифига это не легко и не просто замучаешься их туда пихать чтобы они до упора дошли и внешние уголки тут как по маслу такие раз раз встают не верьте придется помучаться немножко на углах для установки вот этого крепления чтобы не попасть отсюда и отсюда друг в друга я с одной стороны поставил вот такие стандартные где как везде по стене а с другой стороны взял маленькие и они как раз не достают должно быть нормально ай ай отдай сюда такой большой для маленький сделал я уголки так 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 и переходит уже в светлый цвет который будет везде по коридору все хорошо держится все отлично этот угол я тоже доделал осталось вот здесь там внутри будет светлый плинтус почти везде сделал моем окна эти два вымыты это еще маленько грязные затраты на данном этапе за материалы плинтус деконника дуб пепельный 12 штук по сто восемьдесят пять рублей двухметровый 2 200 плинтус деконника дуб пепельный 13 штук по 153 рубля 1989 рублей цены немножко разные потому что мы в разных местах покупали докупали по мере того как я его тратил внутренний угол 8 штук по 32 рубля 256 рублей 14 штук по 32 рубля 448 рублей торцевая пара 2 штуки по 54 рубля 108 и 10 штук по 54 тоже 540 рублей соединитель 7 штук по 28 рублей 196 и 6 штук по 28 рублей 168 плинтус деконника каштан серый 7 штук по 153 рубля 1071 рубль внутренний угол 4 штуки по 34 рубля 136 торцевая пара 3 штуки по 58 рублей 174 рубля соединитель 4 штуки по 30 рублей 120 плинтус деконника каштан серый 1 штука 185 рублей наружный угол каштан серый 8 штук по 46 рублей 368 соединитель каштан серый 1 штука 30 рублей наружный угол дуб пепельный 14 штук по 46 рублей 644 рубля и того на материалы было потрачено 8633 рубля работа бесплатно потому что делая все сам